В недавнем интервью муфти Москвы Ильдара Леудинов высказался по нашумевшему вне исламских обществах вопросу о браках по принуждению. Он подчеркнул, что брачный союз, которым невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным. С точки зрения ислама, брачный союз может быть заключен только при единодушном согласии сторон на никах. Следовательно, если девушка против, брак не регистрируется, а брак сочетание, при котором имеет место принуждение жениха или невесты, будет считаться канонически недействительным. Ранее также муфти отмечал, что при заключении брака следует помнить, что семья – это нечто очень ценное и значимое, и к вопросу ее создания нужно подходить взвешенно. Стоит отметить, что ислам не одобряет насильственные браки. Это отражено и в жизнеописании пророка Мухаммада. Мир ему и благословение Всевышнего. В связи с этим Ильдара Леудинов рассказал историю со времен посланника. Когда девушка пришла к нему и рассказала, что отец против ее воли выдал замуж, пророк предоставил ей право самостоятельно выбрать, остаться ли с этим мужем или считать брак недействительным. А что по этому поводу думаете вы? Почему пропаганда о так называемых принудительных браках так массированно используется немусульманами? Как мусульманам реагировать на эту антиисламскую кампанию? Субтитры создавал DimaTorzok